Вера вечна, Вера славна, Наша верна, православна. Мария, Дева чистая, Пресвятая, Богу Родице. Здравствуйте, братья и сестры. Меня зовут Татьяна, и я хочу поделиться с вами своим свидетельством. На протяжении нескольких лет со мной происходили некоторые события, которые привели меня к глубокому покаянию и к вере в нашего Господа Иисуса Христа. Это мой путь, и я рада, что у меня есть возможность прославить нашего Господа. Отче мой истинный, на Тебя единого уповаю и молю Тебя, Господь, о спасении души моей. Да будет воля Твоя, святая, укреплением моим на пути сиём, ибо жизнь без Тебя – лишь мгновение пустое, и лишь с Тобой жизнь и истина. Аминь. Первая глава. «Светящиеся огоньки» или «Зарождение веры». 2005 год. Мы разошлись с мужем, но официально ещё не успели оформить развод из-за нехватки времени. Я переехала по работе в другой город, и через несколько месяцев у меня появились новые отношения. Позже я приняла решение сблизиться со своим новым партнёром. Накануне нашей встречи я принимала душ и услышала в себе крик. «Молись, молись, молись!» Я очень удивилась. Из молитв тогда я знала только «Отче наш». Помолилась как могла. Когда этот внутренний призыв случился со мной, тогда я ещё не поняла, что это всё значит. И только теперь, оглядываясь назад, я осознаю, что этот крик души, который так явно я слышала в себе, был связан именно с принятым мною решением вступить в более близкие отношения с другим мужчиной, будучи ещё в официальном браке. Это был грех. 2008 год. Капитальный ремонт в моей квартире. Хлопот мне в проворот, как говорят. Все вопросы на мне, всё продумать, всё учесть. Как сейчас, помню, сижу и никак не могу определиться с плиткой в ванную. И тут голос. «Что может быть важнее души?» Остановилась, задумалась. «И как мне это понимать?» «А разве то, что я делаю сейчас, это к душе не относится?» — подумала я. Ответа не было. Голос молчал. 2010 год. Работала в магазине. Подготовка к Новому году. Нужно украсить витрину. Иду в хозяйственный магазин за украшениями. Выбрала гирлянды с ангелочками. Украсила витрину. Сижу и думаю. Вот и год заканчивается. Ещё один. А что я сделала хорошего в этом году, Господи? Что я сделала? И вдруг вижу в себе образ уходящего года в виде тоннеля. Тоннель тёмный-тёмный. Света вообще нигде нет. И только маленькие огоньки светятся вдалеке. Присмотрелась к огонькам. А это мои ангелочки, что я на витрину купила. Я задумалась. А что тут хорошего в ангелочках? То ведь это всего лишь гирлянда. А мне понимание приходит, что люди будут приходить в магазин, видеть ангелочков и про Бога вспомнят. Я тогда так удивилась. Неужели за целый год я ничего хорошего так и не сделала? Теперь ещё добавлю, что наш Господь Иисус Христос есть истинный свет. И этот свет — единственный свет, который освещает и освящает нашу жизнь. 2012 год. Подссорилась с мужем. Сижу на балконе, плачу и говорю, «Господи, за что это мне? Почему это со мной происходит?» И слышу, «Терпи». Я же терплю. В сердце своём я была уверена, что это был Иисус. И вдруг мне стало так стыдно. Что моя боль по сравнению с той болью, которую испытал Он за меня? Взяла себя в руки и простила мужу. На следующий день иду по улицу и вижу видение, как будто по лестнице поднимаюсь к свету и выхожу в свет. Через какое-то время снова ссорюсь с мужем. Крепко поссорились. Не хотела прощать. Вижу видение. Опускаюсь по лестнице в темноту. 2013 год. Хожу на курсы английского языка. Помимо программы и курсов, сама себе придумываю задания. Учить, читать, зубрить по разным методикам из интернета. Сижу, учу. Раз, и я снова в тоннеле. Но где-то вдалеке уже есть свет. Но я же сижу к нему практически спиною, в полном мраке и что-то увлеченно делаю. Мне стало очень грустно. И как мне это понимать? Что мне английский не учить, что ли? И почему я снова в темноте? 2016 год. Захотела открыть свой бизнес. Говорю, Господи, сделай для меня и то-то, и то-то. Ты же всесильный. Ты же можешь. Я точно знаю. И слышу голос. А будешь ли ты меня тогда искать? Глава вторая. Время верить. События, о которых я вам расскажу в последующих главах, происходили в период с 2014 по 2017 год. Но прежде я хотела бы ненадолго вернуться в 2012 год. 2012 год. У меня с моим мужем были проблемы, которые я очень болезненно переживала. Я не знала, как мне ему помочь. И как вообще можно изменить сложившуюся ситуацию. После его очередного срыва я плакала и мысленно обратилась к Богу с вопросом. Почему? И услышала голос, который меня обличил в моем роптании и нетерпении. Этот голос мне сказал. Терпи. Я же терплю. Я знала о том, какую боль пережил Иисус на Голгофе, о его страданиях. И мне стало очень стыдно, так как моя боль не шла ни в какое сравнение с его болью, которую он претерпел за меня. А я была уверена, что этот голос — это именно голос Иисуса Христа. И уже через минуту я просила у Иисуса прощения за моё нетерпение и благодарила Его за всё, что Он сделал для меня. Я взяла себя в руки и простила тогда мужа. От происшедшего я ещё несколько дней находилась под впечатлением. На следующий день я была дома, и в дверь постучали свидетели Иеговы. Обычно я не открывала им, но настроение у меня было хорошее, и я всё-таки решила с ними пообщаться. Как я уже говорила, я была под впечатлением от происшедшего накануне. Поэтому очень быстро уже не они проповедовали мне, а я им. Я говорила им о словах Иисуса, о Его любви к нам, о Его прощении и о той боли, которую Он пережил за нас. Я помню, как одна женщина-свидетель была очень впечатлена моими словами, что глаза её наполнились слезами, и у неё не было слов, кроме слов благодарности. Через несколько месяцев мы с мужем всё-таки расстались. У меня, к сожалению, не хватило терпения. И лишь потом я пойму, что всё это попускал мне Господь для спасения меня грешной. И в дальнейшем передо мной уже ребром станет вопрос жизни моей души. 2014 год. Я уже много раз пыталась бросить курить. Я выбрасывала почти полную пачку сигарет, но уже через 4 часа покупала бежать новую. Точнее, бежала покупать новую. И так было не один раз. И так случилось в тот день. Я шла по улице с намерением бросить курить. И говорила в себе, «Всё, я больше не буду курить и буду уйти к свету». Не знаю, почему так, но именно так я тогда и сказала. Дело было в начале дня, и к вечеру уже успели произойти некоторые события, которые мне хотелось как следует обдумать. А думалось у меня хорошо именно с сигареткой. К 10 часам вечера я всё-таки приняла решение снова пойти купить сигареты и пошла в магазин. Выйдя из магазина, я открыла новую пачку, достала зажигалку и подкурила первую сигарету. Но стоило мне сделать первую затяжку, я увидела перед собой видение. Видение было нечётким, но очень реальным. Передо мной на возвышенности стоял большой стол, как в зале суда, за которым сидели какие-то люди, личности, человека 4. Их лиц и одежды я чётко не видела. Они были, как в тумане. Они молча смотрели на меня и на чёрта, который стоял слева от меня, а точнее не стоял, а как будто прыгал, обращаясь к тем личностям и доказывая им, что имеет полное право меня забрать. Он говорил довольно громко. «Вот видите, вот видите, отдайте её мне». Личности, сидевшие за столом, молча смотрели на меня. И через некоторое время, ничего не говоря, жестом дали понять ему, мол, «давай, попробуй». И он приступил ко мне. От увиденного я сразу выбросила сигарету с пачкой в урну. Видения больше не было, но у меня появилось ощущение, что я начинаю терять сознание. Позже у меня возникала такая ассоциация с моим самочувствием, как будто моя голова как котелок, в котором палкой перемешивали мозги. Я находилась тогда на улице возле магазина, а сознание меня покидало. Выбросив сигареты, я начала быстро идти по улице и переводила всё своё внимание от своего состояния на дыхание, ходьбу, окружающие дома, чтобы сохранить моё сознание. Но очень скоро мне это перестало помогать. Моё состояние ухудшалось. Тогда я побежала. Я бежала быстро, как на время. Только так мне удавалось оставаться в сознании. Но пробежав третий квартал в своём районе недалеко от дома, я поняла, что мои силы на исходе. И если я ничего нового не предприиму, мне придётся сдаться тому, что со мной происходит. Также быстро я подбежала к дому, в подъезд, в квартиру, и вспомнив, что у меня на кухне есть кем-то принесённая бутылка крещенской воды, схватила её, забежала в ванную, быстро скинула себе одежду и вылила себе на голову полтора литра святой воды. В этот момент мне стало легче, и я увидела мельком, что от меня что-то отскочило. «Наверное, это чёрт», — подумала я, и, накинув халат, побежала в комнату, нервно перебирая варианты своих возможных дальнейших действий. Я искала зацепку, хоть какую-то зацепку. Я понимала, что никто и ничто в физическом мире мне не может помочь. Это был духовный мир. И единственный вопрос тогда стал передо мной. «Во что верю я?» Нужно сказать, что никакие религиозные организации я тогда не посещала, а в церковь, хоть и была окрещена в детстве, с годами перестала ходить вообще. Я никогда не читала Библию, но, может быть, в детстве уже и не вспомню. Но библейские события мне были известны из мультиков, передач и фильмов. Я глубоко всмотрелась в себя, но ничего, кроме веры в Иисуса Христа, что Он существует и что Он — Сын Божий, я в себе не нашла. И я ухватилась за это. Тем временем в моё состояние потеря сознания начала ко мне возвращаться. Став на колени, просто посередине комнаты, у меня тогда не было ни одной иконы, я стала звать Иисуса. Вначале это был настойчивый зов, потом, по мере помутнения моего сознания, Он перешёл в настойчивый крик. Я кричала, «Иисус Христос, я знаю, что Ты есть, помоги мне, сохрани мне мою волю, сохрани мне моё сознание». И так я повторяла и повторяла, чувствуя, что мои силы покидают меня. Вдалеке передо мной возник образ человека. Он стал приближаться ко мне. Образ человека, а точнее его лица с волосами по плечи. По мере его приближения от меня один за одним стали отскакивать черти. Их, оказывается, на мне было много. И мне становилось легче и легче. Когда он приблизился ко мне, а по размерам он был огромен, 3-4 метра, мне стало совсем легко. Это был Иисус Христос. Внутри меня развернулся экранчик, на котором я увидела себя, стоящий со свидетелями Ияковы в коридоре и говорящий им про Иисуса Христа, о Его любви, крестном пути. Потом экранчик свернулся, и всё закончилось. Я всё так же стояла в комнате на коленях, но меня уже ничего не беспокоило. Иисус Христос спас меня. Он нашёл во мне плод. Он выкупил меня тогда. Моя проповедь про Иисуса Христа оказалась моим спасительным плодом. По скриптум. В тот день я выбросила последнюю пачку сигарет. Глава 3. Утверждение веры. Утром следующего дня я проснулась с повторяющейся в главе мыслью «Читать можно только Библию». Я с раннего детства любила читать. Находила время читать каждый день и каждый месяц обязательно покупала какую-то книгу. И у меня скопилась неплохая библиотека книг разной тематики. Но в основном книги были из направления парапсихологии. Эзотерика, биоэнергетика, буддизм, индуизм, карты Таро, Оша, Талет, трансерфинг, астрология и так далее и тому подобное. Так как эти темы меня интересовали на протяжении лет. Я даже закончила несколько курсов по этим направлениям, считая, что я занимаюсь духовным развитием. Ох, как же я ошибалась. И вот, я вдруг точно знаю, что мне ни в коем случае нельзя ничего читать, кроме Библии. Просто запрещено. Встав с постели, я решила пойти в церковь. Дело было накануне или сразу после праздника воздвижения Креста Господня, так как в центре церкви поставили большой крест для поклонения. Зайдя в церковь, я, как и все присутствующие прихожане, подошла к кресту и сделала впервые в жизни земной поклон. Как только я подняла голову от пола, мне было видение, что передо мной стоит огромная мохнатая лапа. Я испугалась и отошла в сторону, размышляя, во-первых, почему от подобного меня не защищает сам факт того, что я нахожусь в церкви. А во-вторых, почему, кланяясь к кресту, я, получается, кланялась не ему. Я еще какое-то время искала ответ на этот вопрос, перебирая различные варианты, ища ответа в житиях святых отцов. И даже остановилась на том, что, возможно, это связано с тем, что я кланялась не Иисусу Христу, а кресту, как бы идолу. Но чуть позже у меня снова было видение, это же видение, но более полное. И что оказалось в результате? До земного поклона я была отождествлена с этим лохматым монстром в его голове. А как только сделала поклон перед крестом Господа, разотождествилась и вышла из него. Это был инсайт. Позже у меня еще было видение, связанное с ним же, только я видела себя почему-то в его ноге. Вот что я думаю об этом сейчас. Быть в голове значит отождествляться с ним по каким-то мыслям, книгам в том числе. А быть в руке или в ноге — это отождествляться по какому-то действию, делая что-то, возможно, по привычке. Учитывая последние события и видения, я поняла, что мне в себе нужно разобраться, но уже с точки зрения Бога. И первое, что я сделала, — это договорилась с батюшкой о проведении генеральной исповеди. Я стала ходить на службы в церковь, исповедоваться, причащаться, ездить в паломнические туры по святым местам, монастырям, читала книги святых отцов и их наставления. Ничего особенного со мной не было в этих местах, видений тоже не было, только вот на душе почему-то росла тревога. Я уже давно планировала поездку к подруге в Италию и попросила ее узнать о каких-то святых местах, которые были поблизости. По моему приезду через несколько дней мы отправились в святую хижину, Санта-Каза, или Святой Дом, в котором, согласно преданию, росла и воспитывалась Дева Мария, где произошло Благовещение. Это одна из величайших святынь католического христианства, расположенная в итальянском городке Лоретто, близ Анконы. Вообще город Лоретто известен как родина образа Богоматери Лоретской, почитаемой в православии как икона Божьей Матери при Бавлении Ума. Когда мы вошли в Святой Дом, у меня появилось четкое ощущение, что я стою под водопадом, очень мощным водопадом. Ощущение было таким сильным, что невозможно было даже думать. И мне ничего не оставалось, как отдаться этому ощущению. Так на коленях я простояла минут 15. Я почувствовала, что из меня что-то выскочило. Вернувшись домой, а был уже вечер, мы разошлись по комнатам, и я осталась одна. И, готовясь ко сну, я вдруг увидела, что пространство передо мной как будто раздвинулось, и возникло какое-то существо абсолютно черного, глубоко смоляного цвета. И только его глаза, маленькие черные точечки на больших белых глазных яблоках, четко прорисовывались на фоне. И это существо мне как бы мысленно говорит, или правильнее сказать, думает, обращаясь ко мне, а я слышу его мысли. Поклонись мне, и у тебя будет всё, что ты захочешь. У тебя, за что бы ты ни взялась, будет всё получаться. И тут я подумала, странно, какое-то чёрное непонятное существо, и кланяться ему. А точнее, я подумала, с какого перепугу мне кланяться к какому-то чуду-юду. Странно, как это кланяться в 21 веке-то? К чему это всё? Подумав это, я проигнорировала его предложение и начала заниматься какими-то своими делами, как будто ничего не происходит, и я ничего не вижу. Какое-то время эта фраза ещё крутилась у меня в голове. Я точно знала, что где-то я уже это слышала. В ту ночь мне так и не удалось уснуть. Эта чудо-юда оказалась разозлилась не на шутку и почти всю ночь пугала меня, используя различные аудио- и видеоэффекты. То передо мной разворачивалась пропасть, то меня оглушал мощный надвигающийся гул, то на меня падал потолок, то сдвигались стены. В общем, кошмар какой-то. В моём арсенале уже были некоторые молитвы, и всё, что я могла делать в сложившейся ситуации, это включать свет, переводить всё своё внимание в физическую реальность и молиться. Но стоило мне успокоиться и выключить свет, это начиналось снова. В общем, молитвы мне помогали мало. только на то время, когда я молилась. Днём же мне казалось, что я то горю в огне, то задыхаюсь. Тогда я и понятия не имела, что мне с этим делать. Смирилась и терпела всё это, как могла. Молилась, просила, Господи, помоги, ангел-хранитель, помоги. По моему возвращению, к сожалению, ничего не поменялось. Меня продолжали мучать, и я стала искать кого-то, кто бы смог мне помочь. И так я попала в Почаев, а точнее, в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Первое видение, которое здесь у меня было, — это был коридор, но не горизонтальный, а вертикальный, уходящий далеко в небо. Я изображу его на рисунке. И когда моя душа вопила от очередных нападок, ещё какое-то время мой крик эхом подымался по этому коридору вверх. И я поняла, здесь меня могут услышать. Я могла бы долго писать о всех тех впечатлениях, которые возникали у меня на этом святом месте, о том, как мы жили там целую неделю, ходили на службу, читали, исповедовались, о том, как там завораживающе и душезахватывающе красиво, как там величественно поют, что пробирала до слёз, какие там батюшки, что без слёз просто не получалось исповедоваться и многое-многое другое. Но я больше склонна к тому, чтобы изложить пережитые мною внутренние откровения, с которыми я столкнулась. А всё остальное можно увидеть и почувствовать самому, приехав туда. Лавра открыта. И сейчас меньше препятствий, чтобы попасть туда, чем нас ожидают в будущем. Шла вечерняя служба. Заняв очередь на исповедь, я с умилением рассматривала умело расписанные стены храма, освещаемые множеством горящих огоньков. Всё, абсолютно всё располагало к тому, чтобы заглянуть в своё сердце и в самые потаённые его уголки. И в какой-то момент я поняла, что я как бы вешу в пространстве. Подо мной не было больше пола. И в двух-трёх метрах подо мной находилось ещё какое-то существо, тёмное и мрачное. Первое, что я подумала, что это какое-то подселение. Но буквально через секунду я уже была им и смотрела на храм его глазами и говорила в себе, «Да, это место посещает Господь». «Он меня не испугается», я думала про священника. «С ним Господь». Тогда я и не поняла, а точнее не определилась, что же всё-таки это было, или я, или подселение. Но у батюшки на всякий случай спросила, нужна ли мне отчитка. На что он ответил, «Ты себя контролируешь, ум ясный, выбирайся сама». И больше я не вспоминала это видение, пока мне в руки не попалась книга о житве Марии Египетской, которая Богородица показала её грешную душу в Иерусалимском храме. Вот тогда-то я и поняла, что то мрачное, серое, грустное существо, которое я увидела, и была моя грешная душа. С батюшкой тогда я прочла молитву отречения от всех моих небожьих увлечений. От всех моих небожьих увлечений, книг, курсов, хобби. Всё это должна была уничтожить, что я и сделала по приезду домой. Я уничтожила все книги, все свои дипломы. Ещё батюшка наложил на меня эпитемию, вид церковного наказания, в виде ежедневного прочтения канона покаянного к Иисусу Христу с земными поклонами на протяжении года, ежедневно. Мне бы хотелось сказать, что на этом мои мучения закончились, но нет, меня ещё ждали испытания. Но где-то вдалеке я уже видела свет. Я стала молиться чаще. К канону утренним вечерним молитвам добавились ещё каноны Божьей Матери и Ангелу-Хранителю. Иногда, читая молитвы, я слышала смех, и голос говорил мне, «Зачем ты молишься? Ты думаешь, твои молитвы нужны Богу? Да Он тебя не слышит». Мне становилось грустно от того, что я слышала, но ничего другого, кроме как читать дальше, я не видела. И, преодолев отчаяние, продолжала читать дальше. И так было несколько раз. Однажды вечером я уже готовилась ко сну и прочла вечерние молитвы. У меня снова было видение, которое не просто меня испугало, а привело в большое возмущение из-за своей наглости и бесцеремонности. И я увидела в себе большую дыру прямо в своей грудной клетке. Потом ко мне подошел какой-то бес и запрыгнул туда. Это было покушение. Тогда это была уже последняя капля. И я возмутилась и сказала, «Ну нет». А про себя подумала, «Господи, что я еще в моем положении могу сделать?» Я знала, что времени у меня мало и что это существо скоро найдет меня. И мне сейчас очень нужна помощь и защита Господа. Я встала на колени и, не выжидая ни секунды, я произнесла своими словами молитву, обращенную к Иисусу Христу. В этой молитве я отдавала и посвящала Ему себя всецело, без остатка, со всеми своими грехами, долгами, недостатками, все свое сознание, подсознание, тело, разум, душу, каждую свою клеточку, каждый слой атом. Я говорила в сердцах, громко и сильно. Я знала, что мне очень нужна сейчас его помощь. А потом со всем этим мы разберемся. Сказав все, что я только могла придумать, я остановилась. В воздухе застыла тишина. Через несколько секунд прямо передо мною появился бес, который с яростью набросился на меня, но не смог даже прикоснуться ко мне. Между нами возникла какая-то прозрачная, тонкая, но очень прочная стена. Он стал биться об нее все сильнее и сильнее, но ничего не смог сделать. И через некоторое время он ушел очень злым. И я снова была под защитой Господа. Слава Богу! Шло время. Я продолжала читать молитвы, и через месяца четыре я почувствовала, что молитвы и поклоны рождают во мне смирение и покаяние, чего у меня не было. Часто делая поклоны, я начинала слезно каяться Господу, при том, что само покаяние было уже не в голове, а в сердце. И начиналось непроизвольно, изнутри. Не просто говорят, вода камень точит. Моя окаменелая от грехов сердце начала пробуждаться. Позже, находясь в церкви возле иконы Казанской Божьей Матери, у меня было такое глубокое слезное покаяние, что я минут сорок стояла на коленях и не могла поднять головы. Слезы лились градом, осознавая свое жалкое положение и свою греховность. Из-за нападков, которые лились на протяжении нескольких месяцев, мне пришлось на время уйти с работы. Нервы не выдерживали. Но находиться без работы я долго не могла. И, учитывая свое состояние и то, что со мной происходило, решила подыскать себе такую работу, на которой бы у меня была возможность часто молиться, и я бы была одна. И я устроилась продавцом в маленький незаметный ларечек бытовой химии, размещенный в глубине продовольственного рынка. О нем знали не так много на самом деле людей, поэтому я очень часто там оставалась одна и молилась. Через пару месяцев ко мне в ларек зашел волонтер из России. Ну, очень странно, как он там оказался, который предложил мне купить у него книги. Книги были про схемонахиню в миру, матушку Ефросинию Почаевскую, которая жила без документов и часто бывала в Почаевской лавре. Я читала ее всю ночь и просто не могла остановиться. Ефросиния Почаевская открыла мне много повторяющиеся молитвы и земные поклоны, которые я уже тогда делала по 15 в день, но не как она, в свои 70 по 600. На следующий день, последовав ее рекомендациям в книге, я сделала свои первые 150 земных поклонов с молитвой «Погородица Дева, радуйся». После этого ночью мне было видение. Я как бы вижу себя, молящейся возле огромного, метров 500 в длину и высоту образа Богоматери. Я изображу это на рисунке номер 2. От образа исходит яркое сияние, но где-то на километр, которое разливается во все стороны. А за этим сиянием, там, где оно как бы заканчивается или прекращается уже, легионы бесов. И все это находится в каком-то пространстве. И этот цвет их, бесов, сдерживает. Они не могут ко мне приблизиться. Это был инсайт. Я поняла силу молитвы, произносимой земными поклонами. К тому времени я продолжала молиться, читала Житие Святых, Псалтирь, на который меня благословил Батюшка еще в Почаеве. Но Библия для меня так и оставалась закрытой книгой. Несколько раз я начинала ее читать, но как открывала, так и закрывала. В общем, говоря простым языком, она у меня не шла. Но я очень хотела это изменить и стала искать помощь в изучении Святого Писания. Тогда в моем окружении, а точнее на рынке, я встречала только баптистов и свидетелей Иговы. Пообщавшись и с теми, и с теми, какое-то время я остановилась на свидетелях. Глава номер 4. Неутолимая жажда. Со свидетелями я провела полтора года. Поначалу мне многое у них нравилось. Их отношение к семейным ценностям, их организованность, ответственность, серьезное отношение к вере. Все вопросы, которые поднимались, детально разжевывались на собраниях. Меня с самого начала насторожил только тот факт, что у свидетелей была своя Библия, переписанная на свой манер. Поэтому я не расставалась с православным трактованием, сравнивая и анализируя. Но больше всего меня мучил тот факт, что свидетели не считали Иисуса Христа Сыном Божьим. А точнее, они говорили, что Он Сын Божий, как каждый, живущий по заповедям, может быть, сыном или дочерью, таким образом понижая значимость Иисуса и переводя внимание на Бога Отца. Хотя в Библии четко написано, что Иисус говорил про Себя, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Я этому не просто верила, я это чувствовала и знала, и я задыхалась без него. Это мёртвая религия, искусственная религия. На конгрессах у меня было ощущение какого-то гипнотического воздействия. В результате я пришла к окончательным выводам в отношении этой религии. Гипноз, зомбирование, искусственность и мёртвость, гнилая разлагающаяся конфета в фирменной обвёртке. Когда я вышла из организации свидетелей, моё внимание привлекли протестанты, баптисты, евангелисты, харизматы. В целом направления очень похожи. Воздействие музыки на психику человека, религиозный экстаз, бормотание. И что было для меня тогда очень важно, глубокое изучение уже Нового Завета, так как у свидетелей на 90% всё время сконцентрировано именно на Ветхом Завете. Я стала дышать. На горизонте снова появился Иисус. Внутренней радости не было предела. Я с удовольствием посещала воскресное собрание евангелистов, на которых я позже остановилась, так как баптисты показались мне слишком инертными, а харизматы слишком агрессивными. И сам обучающий процесс у евангелистов был хорошо и доступно организован. Программа обучения была самостоятельная, основываясь на просмотре лекций, размещенных на сайте прихода, домашних заданиях, закрепляющих вопросах и тестах. Каждая лекция раскрывала какой-то важный вопрос. И здесь у евангелистов я была не согласна только с двумя пунктами. Пункт первый — это бормотание или языки, как они их называли. Я не могла понять, как можно вкладывать душу в непонятные звуки, возникающие после потери бдительности в религиозном экстазе под воздействием музыки. Мы же, блин, отвечаем за каждое своё слово, тем более сказанное в сердцах. И пункт номер два. Самый важный пункт. Здесь не было акцента на покаянии. Оно практически отсутствовало. Мы уже были спасены только тем, что пришли сюда. Я не понимала, о каком спасении идёт речь, если у меня на душе, как говорят, кошки скребут. Через восемь месяцев регулярных посещений и прихода у меня возникло стабильное ощущение ходьбы по кругу. И я вышла из организации. Я внимательно посмотрела на себя. Мне было уже 36 лет. Семейные отношения у меня не сложились, и детей у меня нет. Карьера у меня была, но я потеряла к ней интерес. И единственное, на что я тратила своё время, свою энергию, и что действительно было мне интересно, это поиск истины, смысла нашей смертной жизни, Бога. И близки по духу мне были только те люди, которые искали Его, стремились стать ближе к Нему. Близка по духу оказалась моя мама. Слава Богу! Она знала о моих поисках. И слава Богу! Не препятствовала мне искать верный путь, потому что знала, что я должна сама его найти. Она в меня верила. В конце 2017 года мы с моей мамой полностью переехали жить из города в деревню. Ближе к земле, ближе к природе, ближе к Богу, рассуждали так. Я сделала перерыв. Мне нужно было понять, что дальше. Будучи ранее городским жителем, я с головой ушла в обустройство на новом месте. Нужно было многому научиться. По скрипту. С тех пор, как я начала ходить в организации, меня перестали беспокоить. Глава пятая. Жизнь на втором дыхании или страстная жизнь. Моё возвращение в православную веру, в церковь, случилось в марте 2020 года, когда в связи с карантином закрыли церкви. Я вдруг начала задыхаться. Меня потянуло в церковь, и от мысли, что церкви закрыты, меня бросало в ужас. Однажды я поехала по делам в город и зашла на территорию церкви, возле которой раньше жила. Центральный вход был закрыт, но сбоку церкви был ещё один вход, и туда я заглянула. К моему великому удивлению, в церкви шла служба, и было даже несколько прихожан. Я была счастлива. Я быстро выключила телефон и зашла внутрь. Господи, подумала я, какая же тут благодать, как же ты нас любишь. Я не могла надышаться, я не хотела уходить. По завершению службы я подошла к батюшке и договорилась с ним про исповедь на следующий день. Выйдя из церкви, я включила телефон, а на телефоне было шесть пропущенных звонков от мамы и папы. Позвонила каждому. Всё хорошо, всё в порядке, не волнуйтесь. Если телефон был отключен, то так было нужно на маленькое время. Ещё раз, не волнуйтесь. Положила трубку. Надо же, думаю, именно в этот момент понадобилось. И тут слышу голос, который, наблюдая за происходящим с пониманием, не говорит как бы, а вспоминает вслух. Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? «Господи, как же давно я тебя не слышала!» Тогда мы были снова вместе. Я вернулась в церковь. Дома соорудила небольшой коностас, и в мою жизнь постепенно стали возвращаться пост, молитвенное правило, земные поклоны и работа над собой. И меня снова начали беспокоить. Но уже не так. Мне стали сниться сны, в которых было или насилие, или разврат почти каждую ночь. А иногда мне что-то мерещилось. Но очень часто мне помогала просто Иисусова молитва, святая вода, которую я начала пить каждый день. Так как днём я часто была занята, работала, меня стало привлекать в ночное бдение. Подумав, что ночное время хорошо подходит для служения, ведь ничего не отвлекает. И легче сосредоточиться на своём внутреннем состоянии, покаяться, молиться. Прививать привычку ночного бдения мне пришлось месяца три. Многое нужно было перестроить. Если раньше я ложилась спать в 10, а то в 11 и в 12, то чтобы выспаться, мне пришлось ложиться в 8. Я пробовала разное время для бдения. Поначалу я ложилась в 10, вставала в 12 и снова ложилась в 3. Но не могла себя поднять раньше в 8, а это уже было поздно для подъёма. И я перестала, и я перенесла время ночного подъёма с 12 на час ночи. Прибавила себе как бы час для сна. Но мне стало не хватать времени для служения, и я вернулась на 12. Потом я стала ложиться в 9, а потом в 8, что и оказалось для меня самым лучшим вариантом. Если по какой-то причине я не успевала закончить свои дела к этому времени, к 8 часам вечера, я, чтобы не проспать, я отложилась, не переодеваясь в пижаму и старалась практически не укрываться, чтобы не разнежиться во сне. Тогда сон был неглубоким, и мне намного легче было подняться в нужное мне время. Этот приём я посмотрела у святых отцов. Так я вставала вначале раза два в неделю, потом три. Потом же, если я не просыпалась ночью, я, встав утром с постели, чувствовала, что я упустила что-то очень важное и укоряла себя. И со временем я стала вставать каждую ночь, кроме воскресной, чтобы успеть подготовиться к причастию. Однажды ночью, после ночного бдения, мне было тройное видение. Я увидела чашу, крест и свою душу. Вначале возле меня появился большой, чёрный, мрачный крест. Видение мне говорило, «Это твой крест». Потом я увидела свою душу, которая делала поклон. Я светилась и была одета в монашеские одежды, которые тоже светились. Я подумала, что, наверное, это относится к будущему. И третье видение показало мне, что во мне как будто стояла чаша, а когда я наклонялась в земном поклоне, содержимое выливалось из неё. Про последнее видение я подумала, что речь, наверное, идёт про греховную чашу, которая опустошается в земных поклонах, которые мы делаем с молитвами. Всё это было очень важно для моей души. Вначале моё ночное обдение состояло из канона Иисусу Христу, четырёх кофизм и пятидесяти земных поклонов Богоматери и тридцати поклонов Иисусу Христу с молитвой. Теперь моё ночное обдение включает или шесть кофизм плюс двести земных поклонов, из них 150 Богоматери и 50 Иисусу Христу, или десяти кофизм без поклонов, так как делать такое количество поклонов каждую ночь я ещё не наловчилась. Я снова задавалась вопросом, как мне грешной, которая стоила ненадолго отойти от Бога, из головой впасть в ереси и материальную жизнь, вернуться на путь. И мне Господь открыл. Я, как всегда, читала псалтирь, я читаю его в голос, шёпотом, и одна фраза сильно привлекла моё внимание. Я остановила на себе. «Жертва хвалы прославит мя и тому путь, им же явлю ему спасение мое». Это кофизма 7, псалом Асафу 49 в конце псалма. Здесь Господь Отец обращается к грешнику, показывая ему путь спасения. «Жертва хвалы?» — подумала я. «Это и чтение о псалтире, потому что о псалтире ничто иное, как прославление Бога, так как большая часть находящихся в ней псалмов содержит в себе хваление и благодарение Богу. Слава Богу! Это я уже и делала, и моя душа возрадовалась». Дочитав до середины восьмой кофизмы, меня снова привлекла и остановила на себе фраза «Так о вас пою имени Твоему во веки, воздать имя молитвы моя день о дне». Это кофизма 8, псалом Давиду 60 в середине. И получилось «Жертва хвалы прославит мя и таму путь, им же явлю ему спасение мое. Так о вас пою имени Твоему во веки, воздать имя молитвы моя день о дне». Господи! Господь мне показал путь, а моя душа ответила ему. Однажды перед ночным бдением, еще перед тем, как встать с постели, я услышала голос. «Ты думаешь, ты сильнее меня?» На что я ничего не ответила, молча встала в молитву и подумала. «Не моя эта компетентность», подумала я. «Пусть духи общаются с духами, а мне бы к Господу поближе». В дальнейшем подобные попытки только утверждали меня в моем молитвенном правиле и очень скоро меня уже не беспокоили. Конец и слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова